МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вітає служба информации телерадо о компании Гомель. В студии працює Марина Джала. Глядите у гетим выпуску. Работа со зворотами. За минулого года у Гомельске облевиканкам их поступило около 4 тысяч. На Гомельшине протягується оперативная агитация по выборах у Мясового совета депутатов 28-го скликання. На улицах ладятся пикеты, организованные членами инициативных групп. Доступность и оперативность у Гомеля сегодня открылся Центр транспортных обслугований белорусской чугунки. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Александр Лукашенко сегодня сустрелся с еврокомиссаром по европейской политике «Суседство и Перамоу», а по ширине ЕС – Йоханнеса Мхана. Як означав президент Беларуси, нельга допустить, каб инициатива «Усходнее партнерство» стала чистой аполитизованной организацией. Мы великую увагу надаем нашому супрацовніству у рамках этой организации. И в этом плане вы можете на нас различовать. Наше пожадание, каб «Усходнее партнерство» было больше приземленным, каб яно было практика-ориентованным, означав Александр Лукашенко. Паводли яхо слову, в рамках «Усходнега партнерства» необходимо выражать те задачи, якие стоять перед Европой и працавать над актуальными зараз проектами. Например, у таких сферах, як энергетика, транспорт, логистика. У тем лику из життя людей визовое питание, как мы могли у большем объеме и вольнее размовлять с Европой. А вы свободно приезжать в Беларусь, дадал президент. За 2017 годы у Гомельский облаканкам поступило около 4 тысяч зворотов грамадян и юридичных особ. У письмовой, в усной и электронной формах их агульная колька засталася на узровне 2016 года с незначным снижением на 1%. При этом стало значительно меньше коллективных и повторных зворотов. Жахары регионы активизовались и начали частей приходить на особистые приемы до керавництва облаканкама. У паравнания с 2016 годом возросла колькасть зворотов по опытаниях процелоткования, социальной обороны, платы за жильево-коммунальные послуги, землекористания, культуры и идеологии. Однако лидерам сярод хвалюющих грамадян тем по ранейшому застается будовництва, ремонт и иншие жильево-коммунальные питания. Гэта кожный четвертый зворот. Самая злободневная тема – это капремонт жилья, благоустройство дворовых территорий, оплата коммунальных услуг. Но нужно отметить, что системная работа в данном направлении дала свои положительные результаты. И в течение 2017 года мы добили снижение количества обращений по этим вопросам. У пятницу 2-го лютого гомельским гарвы-конкаме выездным приемы грамадян проведет член Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь перший сакратар Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков. Кап трапить на прием, треба попередні записаться. Зрабить гэта можно по номеру телефона у Гомеле 75 47 53. На Гомельщине протягивается пиратвыборная агитация по выборах у Мясовое советы депутатов 28-го скликанья. На улицах ладятся пикеты, организованные членами инициативных групп. А в черговом этапе выборчей кампании – репортаж наших корреспондентов. Выбор достойных кандидатур на депутатский статус – справа отказная и серьезная. Допомагают вызначиться уличные пикеты, организованные членами инициативных групп. Подчас их проведения же хорам региона пропонують больше доведаться про кандидатов у депутатов Мясовых Советов 28-го скликанья. Прохожие знакомятся с их биографиями и профессийной деятельностью. Так само тут можно отримать информацию о проведении встреч кандидатов с выборщиками. Людей достаточно. Люди приходят в магазин, идут с магазина. Естественно, обращают внимание на наш пикет. Мы конкретно говорим про то, что человек сделал и что он может сделать и принести какую пользу людям. Чтобы люди уже понимали, чтобы они шли на избирательный участок и понимали, за кого они отдают голос. Одных людей до уличных пикетов приводить в выпадок, иншие идут мы-то на кировано. Як кажут сами, как деталево ознайомиться с информацией об кандидатах и увыненько не пролечиться с выбором, бо уже зараз мают конкретные просьбы и пожадания. Самый активный период выборщик кампании – агитация – проходить у разных районах областного центра. У каждого кандидата у депутаты своя программа и свои пропановы на конт будущего нашей краины. Головное, чтобы их разумели в громадстве. У Гомель и скарга удача не до одного из кандидатов после проводимого им пикета по улице Федюнинского поступила у комиссию по выборах депутатов городского совета. Кандидаты обвинуватели у поклёпи на правооховные органы и пропоновали позбавить его махчимости протягнуть кампанию. Подчас посяжения меркование членов комиссии поделились. За жорсткое расшение проголосовали только трое ее членов. Шостера – за иншую пропонову. На первый раз зарабить попереджение. Мы всегда действуем в рамках избирательного кодекса и используем принципы демократии. Поэтому сразу применять крайнюю меру, лишить его статуса кандидатов в депутаты, ну, наверное, это будет не совсем правильно и логично. При повторных нарушениях, если они будут, имеет смысл быть и это предложение. Но я считаю, что вначале нужно вынести предупреждение и дать человеку шанс, человеку кандидатов в депутаты, дать шанс вести свою избирательную кампанию. До выборчей кампании активно долучилась и молодь. Украине протягивается республиканская акция «Молодь выращая». Ее холодная мета – сбор пропонов для будущих депутатов. Акция проходит под эгидой БРСМ. Ко принятию ее дел, необходимо написать свои пожадания потенциальным депутатам. Специальные скрыни усталеваны в месяцах проведения пикетов БРСМ. Мы считаем, что эта акция очень важна, ведь каждый избиратель может оставить свое предложение для будущего депутата. Для этого установлены урны, в которые собираются пожелания. После чего все пожелания горожан будут переданы уже избранным депутатам для дальнейшей их реализации. Нагадаем, у Беларуси выборы в Мясовые советы депутатов 28-го скликания призначены на неделю 18-го лютого. Детерминовое голосование распочнется 13-го лютого. С пытанием «Ти сбираетесь выездить на выборы и якими якостями повинен володать потенциальный депутат», мы звернулись до «звычайных горожан». Пойду обязательно, но кандидаты должны быть те люди, которые знают жизнь людей и готовы отдать за них все свое свободное время. Депутаты должны ближе быть к народу, я считаю. Они сами должны вникать в проблемы народа и тех людей, которые его изобрали. Я буду принимать участие в выборах, и я считаю, что надо принимать участие в выборах, потому что мы выбираем людей, которые решают судьбу нас, нашего города, вообще нашей страны. Это очень важно для нас. Нельзя быть в стороне. Как вызначиться с отказным выбором, застаётся меньше, как три тынни. Нагадаем, что «звороты кандидатов» можно так само пошуть и в радиоэфиры. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». День выборов «Мясовые советы» для большинства работников на территориальных конторах Гомельской области будет працанным. 18 лютого яны будут ожитивлять бесплатный прием граждан непосредственно на выборчих участках. Чем звертаются до нотариуса в Жихары региона, доведался Олег Синцеров. Сегодня до дня выборов у Мясовые советы депутатов рестуются не только в выборчих комиссиях. 18 лютого на участках будут представить работники предприемцев «Ганду и Совет» выступить артисты. В этот день там же можно будет отримать и бесплатные юридичные консультации. До помога у набытия и продажи майомости, оформления завещания и посвящения правильной спадщины, выконавшие надписы. За минулый год только у одной нотариальной конторы Добрского района выконана каля 4 тысяч разных юридичных деяний. По великим рахунку их могло бы быть больше, а ли достатково значимая частка населенства явно экономить на нотариальных тарифах. Яны сопроды могут быть немаленькими, у некоторых выпадках до 1 тысячи базовых величин, а ли истраты у вынеку отсутности юридичного сопровождения так само значные. Нотариусы кажут, что в первую очередь это тыльца договора о пазыке грошей. Чемат, кто отдаёт перевагу обычным распискам, а потом годами не может вернуть пазычное. У Воглич сегодня у нотариальных конторах готовы оказать любую юридичную допомогу. Тяжело с людьми работать иногда бывает, и документооборот большой. Ну, в принципе, всё решаемо в рамках конторы. Мы все вопросы, которые спорные, либо проблематичные, всё собираемся, совещаемся и общими усилиями всё, как говорится, преодолеваем. Доброчинные акции на тарифе в Сыгумской области проводят по неколь разу на год. Для состарелых, пенсионеров, шмотодетных, а ли, звичайно, такие консультации организуются для конкретных категорий грамотян. У день выборов до юристов, которые будут находиться на выборчих участках, сможет свернуться любой, кто мое в этом потребу. Мы ещё со времён государственных нотариальных контор занимаемся этим, мы работаем в группах юридических. Как правило, там человека 2-3, и в районах везде работают нотариусы. Если жизненные вопросы, например, жилищное право, или брачно-семейное право, или право собственности, нотариус берёт и консультирует, или записывает на потом, чтобы прийти позже. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Пройдённость нотарията пойдёт разговор завтра у программі «Диалог». Гостей студии станет старшиня Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. Глядите «Диалог» у прямым эфиры на телеканалі «Беларусь 4» у 19 годин 20 хвилин. Номер телефона у студии 34-00-43. Пытания можно накеровать так само у Viber. Долучайтесь. Сучасный сервис и оперативность. Сюня отбылось у расиста открытие Центра транспортного обслуговования «Гомель» Беларуськой Чигунки. Дякуючи этому, под одним дахом отрималась объеднать ранее разрозненные службы. Выник учаса оформления документов значительно скоротился. Одным из первых новый центр наведали наши корреспонденты. По годы реконструкции, вось сюня на месте старого интерната по улице Червона Армейской новый сучасный центр транспортного обслуговования «Гомель» Беларуськой Чигунки. Это стало великим кроком у повышения оперативности. Коли ранее для заключения договора с Чигункой на грузовую перевозку, оформление усіх документов, треба було объездить розные кропки города и вылучшись на гэта нікалькі дзен, то цяпер на гэта треба усяку нікалькі годин, причем у одним місце. Единая система, да, на третьем этаже расположена региональная цуто, которая была и раньше, и, ну, клиентов нам мы как бы гоняли с одного места в другое. Сейчас у нас здесь для клиента все создано комфортно, удобно и все понятно. Мы, если пришел первый раз клиент, ничего не знающий, все объясним, все расскажем, заключим договора, все поможем. Центр продуглеживает два узровня обслуговывания – линейные станции и региональные. Тут працюють 24 человеки – товарные кассиры, специалисты по мытным декларовании. При заховании раннейшего штата з'явилась махчимость обслуговывать большую колькость клиентов. Дарычуся род их, як державные, так и приватные компании. Зиме на сегодня заключено больше, как 160 договоров на транспортное обслуговывание. С кожным годом лечбы расти и с азявлением центра гэтая тенденция однозначно заховается и селита. Сконцентрировано все в одном месте. Здесь клиент может обратиться, значит, оформить перевозку. Здесь также расположены специалисты по таможенным декларированию. Те грузы, которые идут под таможенным оформлением, здесь можно также оформить наших специалистов. Поэтому здесь, я считаю, созданы все условия для нормальной работы и функционирования центра. Значит, все условия для работы клиентов. Здесь есть комната клиента, персональный компьютер, на котором он может посмотреть всю доступную информацию, информационное табло. Работа ведется по принципу одно окно. У распоряжения абсолютно новое обсталевание. Для постоянных клиентов доступная послуха электронной перевозки. Калле оформить документы можно, не покидаючи працонного кабинета с допомогой специальной системы. Продуглежены и додатковые перевозки для супрацовников, обсталеванная раздевалка и покой приемы ежи. А кроме того, цябер специалисты-челунки чекают студ и клиенту с забежаванными махчимостями. Забеспечена безбарьерная сяродзе. Головным принципом работы службы стала доступность во всех сенсах. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». ГТ и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tv.gomel.by. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами раз витвуюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Попались на краже бутылки водки и применили против продавцов баллончик с перцовым газом. В Мозоре двое молодых людей отомстили продавцам за то, что те улечили их в краже алкоголя. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Вот молодые люди проходят на кассу, а вот одна из работниц магазина перекрывает им выход и просит покупателей выложить на ленту украденное. Мужчины делают вид, что не понимают претензий, но потом один из них нехотя все же достает из-под куртки спрятанную там бутылку водки. За товар покупатели не рассчитались, долго спорили с работниками магазина, а перед выходом брызнули им в лицо спреем из газового баллончика. Одну из женщин мужчина ударил ногой. Правоохранители разбираются в произошедшем. А в Гомеле милиция разыскивает мужчину, который украл из камеры хранения продуктового магазина сапоги. Воришка не прошел мимо камер видеонаблюдения. От кассы он направился к ячейкам и открыл ключом не только свою, но и соседнюю. Достал из нее пакет с женскими сапогами и направился к выходу. Граждан, которые по видео узнали мужчину или владеют информацией о его местонахождении, просят обратиться в милицию. В деревне Калинина Будокошлевского района местный житель едва не убил топором своего отчима. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Дело дошло до рукоприкладства. Обвиняемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства сожителя своей матери. В ходе ссоры подозреваемый схватил топорик для разделки мяса и нанес им не менее двух ударов потерпевшему. Впоследствии сам подозреваемый вызвал и скорую, и милицию. Следователи ищут очевидцев ДТП в Петриковском районе, в результате которого погиб пешеход. Наезд произошел 27 января на 229-м километре автодороги границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, неподалеку от деревни Млынок. ДТП совершил водитель автомобиля Рено Сандера. Всех, кто стал очевидцем наезда, располагает информацией или записью видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП, следователи просят сообщить об этом в дежурную часть. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Берегите себя. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Защитник Валерий Коршакевич пополнил ряды футбольного клуба «Гомель». Контракт с футболистом рассчитан на один год. В минувшем чемпионате страны Валерий Коршакевич провел заслузг все 30 матчей без замены. Отличился одной голевой передачей. Накануне «Новичок» успел дебютировать в составе «Зелено-белых» в победном матче против «Земляков» из «Локомотива». В первом тайме футболисты «Гомеля» отправили в ворота соперника пять безответных мячей. Начало разгрому на 11-й минуте положил Иван Жосткин. На 16-й отличился Роман Волков. Вскоре голевой удар на свой счет записал еще один «Новичок» «Гомеля» Андрей Штыгель. Итог первого тайма дублем подвел Лосина Дао. Во второй половине матча «Локомотив» также не смог поразить ворота соперника. А вот свои железнодорожники получили два мяча. Оба от Мохаммеда Канате. Итог 7-0 в пользу команды Вячеслава Герасченко. Сильнейшие скалолазы Беларуси соревновались в «Гомеле». В областном центре туризма и краеведения детей и молодежи состоялся первый этап Кубка Беларуси по болдерингу. Это один из трех видов спортивного скалолазания. Вместе с лазанием на скорость и на трудность эта дисциплина вошла в программу Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио. Во время соревнований спортсмены проходят ряд коротких, но очень сложных трасс. На первом этапе Кубка страны участков было 25. Шесть лучших скалолазов после предварительного этапа попали в финал, где и разыграли медали. Соревнования у нас проходят хорошо, но конкуренция, конечно же, послабее, чем с соседними странами, с Украиной, Россией, конечно же, с Евросоюзом. Но у нас это развивающийся вид спорта. На домашнем этапе Кубка по болдерингу гомельчане в число призеров в личном зачете не попали. В общем, впервые победила команда из Минска. На втором месте спортсмены гомельской Дю США Омега. Замкнула тройку призеров еще одна гомельская дружина – альпинистки клуб «Спартак». Отметим, что в рамках Кубка Беларуси по болдерингу состоятся еще три этапа. Около двух сотен юных спортсменов приняли участие в открытом первенстве гомеля по карате. Соревнования проводились по олимпийским правилам Всемирной Федерации этого вида спорта. На первенство своих воспитанников в возрасте от 4 до 13 лет выставили шесть команд. Все представляли гомельскую область. Основные баталии развернулись в двух дисциплинах. Ката – это комплекс упражнений и кумите – это поединки. Для юных каратистов первенство гомеля – это шанс показать себя перед тренерским штабом сборной области, а также повысить свои спортивные разряды. Особое внимание к спортсменам 12 и 13 лет – это самый ближайший резерв. Мы их уже оцениваем как будущих спортсменов, способных защитить честь страны на международных стартах. Официальное соревнование первенства Европы – континентальное первенство. Молодежный чемпионат мира проводится 14 лет. Плюс также отборно-молодежные игры и классификационные соревнования, которые проводятся. Вот их три соревнования в мире уровня юношеской премьер-лиги – то же самое соревнования с 12 лет. Во время первенства разыграли 49 комплектов наград. В командном зачете победила команда областной федерации карате. На второй строке расположились каратисты гомельской издюшор «Скиф» ГГУ. На третьем – Мозырская издюшор «Жемчужина Полесья». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.